Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Пришло время позаботиться, поговорить немножечко о луке порее. Порей я посадил в этом году на весьма глинистую, твердую почву, прям красноватую глину. Не совсем удачное место для порея, но я в этом году вообще себе бросаю вызовы. Могу ли я, так сказать, в нарушении неких канонов и рекомендаций вырастить хороший урожай, даже если там почва неподходящая, что-то еще неподходящее. И, как видите, порей растет совсем неплохо, даже на этой глинистой красной земле. Почему? Потому что, конечно, я внес сюда гипс по своей же рекомендации, кальция и серый сульфатов хватило. Лучку, мухи здесь никакой нету, я тоже делаю защиту. По своим же рецептам перноспороза тоже никакого нету, никаких болезней. Но вот сейчас, в августе, конечно, лучок надо подкормить. Хотя ему еще расти до октября месяца, поэтому он будет и повыше, и потолще. Надо ему немножечко помочь. Летом я свой лучок, вот после высадки рассады, кормил зеленой бродиловкой. Примерно один раз в две недели. Участок этот немножко с уклоном идет, поэтому я в основании участка пускал, так сказать, из лейки струю, и она растекала здесь до самого конца грядки, для того, чтобы поближе к корням эта бродиловка попала. Я разводил сперва один к десяти, потом один к пяти. И вот сегодня буду кормить крепкой бродиловкой травяной с добавлением еще одного важного компонента. Вот у меня зеленая бродиловка, и несмотря на то, что на протяжении всего периода выращивания лука порея ему нужен азот, вот сейчас уже ближе к концу вегетации, ну, еще полтора месяца вегетировать он будет. Я, конечно, добавлю сюда калий и фосфор в виде монофосфата калия, буквально столовую ложечку на 10 литров, разведенной один к одному зеленой бродиловки, кислой. И добавлю примерно пол столовой ложечки, это будет купорос железный, вот такой вот железный купорос. Я его сюда добавляю, не боясь, потому что на самом деле железный купорос с монофосфатом калия вещи несовместимые. Но зеленая бродиловка полностью защитит железо и фосфаты от каких-либо взаимных инактиваций. Все как следует перемешать и пролить. Что ж, пускаю по своей порейной грядке вот эту самую смесь, один к одному зеленая бродиловка плюс столовая ложка монофосфата калия, плюс пол столовой ложки железного купороса. Прям вот так могу поливать внутрь немножечко, по листу, это очень благоприятный растворчик. И, соответственно, примерно ведро на квадратный метр, на полтора квадратных метра в зависимости от плодородия почвы. У меня здесь почва, как я сказал, совсем не плодородная, но, в общем, порейчик чувствует себя неплохо. И надеюсь на очень хороший и богатый урожай. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи.